Дорогие братья, соработники на деле великого служения, проповеди Евангелия, мне хочется прочитать для нашего инозидания, для нашего утверждения в вере, для побуждения более активного участия в это сложное время в плане проповеди о нашем Господе. Текст Святого Писания, который я хочу прочитать, записан. Второе послание апостола Павла Кринфянам, 10 глава. Я прочитаю с 4 стиха. Второе послание Кринфянам, 10 глава. Читаю с 4 стиха. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильный Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Братья, мы с вами не просто спасенные, а призванные к служению, причем очень ответственному служению. Апостол Павел – прекрасный образец для того служения, которое сегодня совершаем мы, призванные проповедовать Евангелие. И апостол, как благовестник, сегодня под действием Духа Святого передает это благодатное слово. Он о себе говорит и о своих методах служения, о своем благовествовании, о своей позиции в проповеди Евангелия. И он, о чем мы с вами прочитали, говорит. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, и ими не спровергаем замыслы. Братья, мы сегодня в сложное время с вами живем. Если в тот период времени, какие были замыслы у преисподней против и рождения Христа, против пришествия Его, и против того, чтобы не распространялась благая евангельская весть, это были замыслы. Они вынашивались в преисподне. Для того, чтобы противостать Христу, эти замыслы есть и сегодня, дорогие братья. Это такие твердыни, против которых можно идти только во всеоружии Божьем. С доспехами. Мы, обличенные силой Господним, только сможем противостать против их и замыслов. И Писание говорит, ими не спровергаем замыслы, восстающие против познания Божьего. Братья, дорогие, мы сегодня сталкиваемся не с простым невежеством людей, не желающим принять Евангелие. Это не так страшно. Или не желающим получить спасение, или с пассивным настроем людей. Мы сегодня не с этим сталкиваемся. Мы сегодня сталкиваемся с восстающим, активно действующим безбожием в христианском облачении. Отвращающих людей от Бога. И это серьезная битва, дорогие братья. Если стены Иерихонские пали по двум причинам, надо было выполнить то, что Господь определил для народа Господнего. Они так и сделали. Четко выполняли то, что от них потребовал Господь. Ежедневно обходя стены Иерихонские, а там сила Божия. Вы сделаете все так, как поверил Господь, но действие будет Божие. Силой Господа были разрушены стены Иерихонские. Братья, дорогие, мы сможем противостать против замыслов сегодня, восстающих против познания Божьего, чтобы люди не познали Христа, пускай они много знают и празднуют Рождество, как только могут, на какие только мелодии не выводят свое настроение в этом праздновании. Но лишь бы не познали Христа. И вот сегодня замыслы, братья, осуществляются, чтобы люди Христа, как своего Господа, не познали, не получили спасения. Пускай хоть рядышком находится, это не так страшно, но лишь бы не вошли в Его Царство. Вот с этим мы сегодня сталкиваемся, братья. И это сильная битва. Когда мы видим в христианстве это настроение сегодня. И мы с вами не просто спасенные люди, а работники, призванные на то, чтобы разрушать это твердыни сатанистские. Каким образом, братья? Я хочу несколько принципов сказать, которые нам могут дать направление для лучшей проповеди Евангелия. Потому что без них мы с вами бессильны. Мы не сможем разрушать замыслы, восстающие против познания нашего Господа. Именно что? Первое, что я хочу отметить. Господь никого никогда не посылал, зная наше абсолютное бессилие, не пообещав своей силы. Никого не посылал. Он послал своих учеников, но сказал им верное обетование, и от него отступать нельзя. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Прежде чем быть свидетелем, надо облечься силой у Господа. Тогда будет успех. Братья, дорогие, никакие наши потуги, никакая ученая степень, никакие способности человеческие не помогут нам в проповеди Евангелия, если мы не облечемся силой Духа Святого. Это первый принцип. Он нам просто необходим в нашей жизни. Облечься и исполняться Духом Святым. Братья, это направление в Святом Писании так хорошо изложено, и Христос об этом неоднократно говорил. «Исполняйтесь Духом Святым», призывает апостол Павел. Братья, дорогие, когда мы открываем Евангелие и смотрим на служение нашего Господа, четвертая глава Евангелия от Луки, Христос, исполненный Духа, пришел для того, чтобы проповедовать. И мы читаем дальше. Вошел в синагогу, ему подали книгу, пророк Исаий, он открыл ее, нашел место, где сказано о нем, и стал читать. А какая реакция у людей? Все засвидетельствовали ему об этом и дивились словам благодати. Братья и сестры, Христос был облечен силою, у него было святое Писание, и из его уст исходило слово благодати. Люди по-разному будут реагировать, потому что Писание говорит, мы запах, для одних смертоносный, или убегать будут, или возмущаться будут, а для других запах живительный на жизнь. Если мы в Духе Святом проповедуем Евангелие, обязательно так будет. Да, одни не примут, не захотя слушать, других Слово Господне коснется. Так было и в тот момент, когда проповедовал Христос. Будучи исполнен Духа Святого, будучи облечен силою Божию, говорящей Слово пророческое о себе, но не все его восприняли, братья, нам надо с вами обликаться силою Господа. Просите у Него благодати для исполнения Духом Святым. Второе, братья, невозможно проповедовать Евангелие, не зная Святое Слово. Я уже говорил, мы это отмечаем даже на совещаниях наших, в Совете Церкви, и вчера об этом была тема. Братья, сегодня потерян интерес к Слову Божьему у молодежи. Если мы не возбудим детей наших, членов Церкви, к тому, чтобы они полюбили Слово Господа, питались им, изучали Святое Писание, они не будут иметь силы. Братья, мы сможем не спровергать все человеческие замыслы, восстающие против познания Божия Словом Господнем. И нам надо утверждаться в Нем. Мы читаем, апостол Павел в послании к евреям, в 4 главе пишет, Слово Божие живо и действенно. Оно живо и сегодня. Оно всегда будет живым, и всегда будет действенным, и нам надо будет приходить постоянно к этому источнику для того, чтобы совершать в силе служение, которому мы призваны. В 137-м Псалме мы читаем такой текст. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Своего». Братья и сестры, я трепещу пред этим словом. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Братья и сестры, мы видим отношение Бога к Своему Слову. А это и отношение ко Христу. Ты возвеличил. Как мы должны величать Слово нашего Господа? С каким благоговением относиться к Нему? Апостол Иоанн в 1-м послании во 2-й главе пишет «Слово Божие пребывает в вас. Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Если не будет Слова Божьего в нас, братья, не будет победы». Апостол Павел к Титу пишет во 2-й главе «Да не порицается Слово Божие». Да не порицается Слово Божие. Братья и сестры, если сегодня пренебрегается Слово Господне, если мы к Нему сегодня беспечно, равнодушны, невнимательны, братья и сестры, мы теряем силу. Как мы можем исполняться Духом Святым, если пренебрегли самым главным не будет силы. У нас есть много примеров практических, библейских примеров, братья, как мы должны быть аккуратны и осторожны со Словом Божием. Саул нарушил Слово Божие. Мы хорошо знаем эту историю. И потом он услышит Слово «Ты пренебрег Словом Господнем». Ты пренебрег. Бог ответил, «Отверг тебя». Бог отверг тебя. Саул еще долго будет царем. У него будет хороший успех в сражениях. Он еще будет авторитетным человеком в своем государстве. Бог отверг тебя. Но придет то время, когда Саул будет метаться и направо, и налево. А Бог не будет с ним разговаривать. И мы читаем дальше. Бог не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Какое ужасное состояние человека, через которого когда-то действовал Дух Святой. Потому что люди могли смотреть на Саулы и говорить, неужели Саул во пророках, Дух Святой снизошел на него, он начал пророчествовать. И такие моменты были в его жизни. И какое метание под конец своего сорствования. Бог отверг. Почему? Ты пренебрег Слово. Тебя интересовала больше добыча. Ты бросился на добычу. Братья и сестры, Сатана нам сегодня много чего постарается подбросить. Лишь бы нас от Слова Господня отвлечь. Как на добычу можем броситься вот за этими мелочными вещами. Забыть о самом главном. И Бог отверг тебя. Братья и сестры, это отношение к Слову Господнему. Оно разве изменилось сегодня? Нет. Если мы хотим иметь успех в служении, братья, нам надо быть облеченными Духом Святым, нам надо правильно относиться к Слову Господню. Без исполнения Духом Святым невозможен успех. Братья и дорогие, нам надо исполняться Духом Святым для проповеди Евангелия. Нам надо исполняться Духом Святым для перенесения страданий. Нам надо исполняться Духом Святым для победы над грехом. Для этого Дух Святой и дан. Еще раз хочу перечислить проповедь Евангелия, второе перенесение страданий и третье для победы над грехом. Во всех этих сферах мы будем иметь успех, если будем исполняться Духом Святым. Я не хочу сегодня говорить о страданиях, я не хочу сегодня говорить о победе над грехом, братья, но для проповеди Евангелия нужно исполняться Духом Святым. В Деянии Святых Апостолов просто выборочно может быть на память некоторые тексты вспомню. Описан прекрасный образ для проповеди Евангелия человека исполненного Духа Святого. Глава эта начинается так. В Кесарии жил некоторый человек, имя его Корнилия, человек богобоязненный, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, много милостыни творил, и вот он в видении видит ангела. Ангел говорит ему, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли в Иопию, в дом Симона Кожевника, там гостит Симон, Петр. Он тебе скажет слова. Он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Братья, я люблю читать это повествование. Корнилий человек не спасенный. Об этом ясно он получил откровение от ангела. Тебе надо услышать слова, которыми ты спасешься. Твоя религиозность, твое обряда верия тебя не спасает. Ты должен услышать живое слово. И ты услышишь его от Петра. Пошли туда людей. А мы считаем, как Петр там гостит в Иопии. Он просто был в гостях. Мне нравится эта простая обстановка, в которой находился Петр. Пришли посланники. Петр, получив откровение от Господа, идет. идет в Кесарию, заходит в дом этого человека, там много собранных людей. Для какого дела вы меня призвали? И Корнили объясняет. Ангел сказал, я хочу слышать слова, которыми спасусь я и дом мой. Но я немножко своими словами об этом говорю. Братья и сестры, а Петр не знал еще. надо полагать, что именно он должен говорить, что именно, для какого дела вы меня призвали речей твоих послушать. Братья дорогие, как мне нравится вот начало этого разговора у Петра. человека исполненного Духа Святого истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Как он восклицает, он прославляет сразу Бога. Но во всяком народе боящийся Господа приятен ему. И он послал слово, Петр говорит, благовествование. Какое слово? Господь есть истинно Бог. И он начинает проповедовать. Братья дорогие, он просто свидетельствует о Господе. Он говорит о его страданиях, о том, как его отвергли. Но Бог его избрал, а нам повелел проповедовать Евангелие. И всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Что произошло, братья? Эти стены рухнули. Начинается действие Духа Святого. Петр исполненный Духа Святого говорит нужное слово. Он знает, что сказать. И ангел знал. Петр будет говорить нужное слово. Он не будет перед ними родствовать. Заниматься свистоплясками, как сегодня, это так модно, так распространено. Он будет говорить им живое слово. Это слово будет действовать на людей, и Дух Святой сходит на этих слушающих. И они принимают крещение. Братья дорогие, какой прекрасный образ. Вот оно слово, нужное и необходимое для проповеди сегодняшнего Евангелия. Братья дорогие, мы сегодня столкнулись с хитро сплетенными вещами сатанинского производства, которые восстают против познания Господа. И мы сегодня столкнемся, мы на этом уровне можем, потому что здесь благовестники в основном, проповедники Евангелия. Вот с таким сегодня театральным нашествием на живое слово Господне, на проповедь Евангелия в силе Духа Святого, какая сегодня замена идет за место кафедры, где благоговейно должны стоять проповедники Евангелия, сцены театральные, и каких только представлений сегодня нету. И когда мы с братьями некоторые фрагменты только посмотрели о сегодняшнем благовестии, которое широкомасштабно распространяется в отступническом христианстве с этими пантомимами, вот так обольщали народы, а сегодня это в христианство пришло, в ужас приходишь. Перед людьми выступит и вроде потом слово Господне сказать. Вот мы сегодня с этим столкнулись, дорогие братья, и это твердыня, которая сегодня идет наступление на христианство. Какой ужас! Нет простоты Евангелия, нет силы Духа сказать, обличит людей, призвать их к покаянию, мы готовы облабызаться с этим миром. Братья дорогие, мы с этим сегодня сталкиваемся, нам надо взять верное направление, исполняться Духом Святым, пребывать в Слове Господнем, верно преподавать его, не искажая, отвергая всякое нечестие, передавать слово благодати. Я еще одну мысль хочу затронуть братья дорогие. Где потеря ориентира, где мы лишены силы Божией и обязательно будем поступать так, как в мире поступают, когда мы соединяемся с этим миром. Вот нам надо четкую знать грань, братья, где мирское, а где святое, где Божие. Иисус Христос наш Господь, когда стоял перед Пилатом, он мог спокойно говорить, царство мое не от мира сего. Своих учеников он наставлял, вы не от мира, как и я не от мира. Если вы были от мира, мир бы вас любил, он вас ненавидит. Братья, нам надо хорошо понимать, что мир нас всегда будет ненавидеть, как бы он не улыбался нам в глаза. Какие бы руки не подавал он нам дружбы, он нас будет ненавидеть, потому что есть принципы этого мира. Вот идет князь мира сего, там нет любви, там есть хитрое искусство обольщения. Как сатана хочет, чтобы мы к нему на службу поступили с нашими религиозными представлениями, он все для этого делает. Нам эти твердыни надо разрушать. Словом Божиим, исполняясь Духом Святым и видеть эти замыслы. Что имел в виду Христос? Царство мое не от мира сего. Другими словами, Пилат, ты от мира сего. Посему ненавидел меня мир. А кто ненавидел Христа? Первосвященник, енижник, и фарисей, и все окружение их. Они восстали. Это не какое-то абстрактное представление. Мир что-то такое, знаете, вроде как духовное, греховное и тому подобное. Христос конкретно говорил, ты царь этого мира, Пилат, но царство мое не от мира сего, иначе служители мои подвязались за меня. Царство мое не от мира сего. Братья, есть царство этого мира, и нам это надо видеть. как мы в откровении считаем царство мира сего. И у него есть свои служители. Это будет до пришествия нашего Господа. Он нас восхитит от этого мира. И когда идет завязка, дружба в этой области, братья и сестры, как это опасно. апостолы никогда не шли к правителям для того, чтобы с ними иметь какие-то переговоры. Они хорошо уяснили эту истину. Царство мое не от мира сего. Иисус Христос дал откровение апостолу Павлу. И апостол Павел хорошо откровение для себя уяснил. Он услышал от Господа такое о себе на будущее. Перспективное определение Божие. Апостолу через откровение Анании было сказано. Бог говорит Анании я покажу ему сколько он должен пострадать за меня. Он будет свидетелем предправителями и царями. Это Бог определил. И пошел апостол Павел к правителям и царям проповедовать Евангелие нигде не видим. Но Бог создал условие что Павел будет проповедовать царям и будет проповедовать правителям. Бог поведет он определил. Но я нигде не нашел святом писании чтобы апостол Павел так стремился к ним сразу же поближе к правителям чтобы им о Христе рассказать. Братья это царство этого мира. Бог найдет своих посланников пошлет им сказать о Господе. И эти люди должны услышать весь Евангелие и слово благодати для покаяния этих людей потому что ни один царь не войдет в царство небесное. Если не осознает свою личную вину перед Богом свое греховное состояние и не покается перед Господом ни один из царства этого мира не попадет в царство Божие. Братья и сестры какая разница между людьми одного царства и другого царства колоссальная. Все люди которые не имеют рождения свыше они находятся в царстве этого мира. Какая наша задача? Господь послал нас к этим людям проповедовать Евангелие. Это такая твердыня мы ее никогда не преодолеем она сложнее иихонских стен. нужна сила Божия для того чтобы эти твердыни поколебать твердыни без Божия неверия пассивного отношения к Богу еретических всяких представлений это большие твердыни и нам надо сила Божия для того чтобы разрушать все замыслы восстающие против познания нашего Господа и приводить этих людей к спасению у нас не так много времени братья дорогие мы сейчас помолимся с вами потому что время у нас очень ограничено мне хотелось сегодня только дать направление для того чтобы нам и проповедовать правильное Евангелие иметь успех мы должны быть обличены силой Божией исполняться Духом Святым прилепиться всем сердцем к Слову Господнему и проповедовать Евангелие и не методы изучать как людям донести проповедь Евангелия и в этом преуспевать а само Святое Писание исследовать и Слово живое нести мы с вами сейчас прочитали братья дорогие сегодня столько много можно примеров рассказать как оно действует Слово Божие и такие твердыни рушатся перед Словом Господнем без всяких непонятных методов один маленький пример мы вспомнили одного человека в Петербурге он в очень больших погонах в прошлом был очень больших погонах человек заметная фигура его мама обратилась простая христианка на Украине и вот он говорит я к маме приезжаю к маме приезжаю она мне о Господе рассказывает я смотрю на нее с улыбкой ну верующий собирается мне они понравились люди хорошие но я человек безбожник коммунист в прошлом мне мама Евангелие дает я полистал полистал даже немножко обидно за себя стало я человек с высшим образованием ничего понять не могу этой книги что они там находят ну побуду побуду так полыбаюсь про себя и ухожу ну из почтения к маме вот я посещал эти богослужения когда в отпуск приезжал а люди говорят мне понравились хорошие люди у него жена коммерсантка видная женщина вот время проходит а мама ему сыночек Васенька там в Петербурге на собрание сходи он говорит я несколько раз в регистрированную церковь ездил чтобы маму только утешить ну послушай чего там они говорят меня ничего не касается ничего меня не берет я опять Евангелие полистаю думаю что они тут находят на полку его годы прошли мама умерла мама умерла и вот он однажды приезжает к себе на Украину а у него большой коттедж построен большой я говорит собирался туда переехать для того чтобы жить в будущем все сделал все коммуникации подвел и вдруг идут люди навстречу смотрю братья по вере которые к маме к моей приходили братья о Василий Митрофанович как рады вас увидеть ну я говорит с ними поговорил они говорят Василий Митрофанович у нас вот такое дело вот там где мама ваша на собрание ходила группа есть верующих а мы сюда миссионера прислали негде жить ну не могли бы вы на год ну дать возможность вашем доме пожить а я на них посмотрел посмотрел а кто из миссионеров да вот такой-то брат у него семья большая я на них переоформил дом на этого брата подавил дом а он мне когда прощался и говорит Василий Митрофанович я не забуду о тебе молиться я никогда не забуду о тебе молиться и когда я в прошлом году спросил Василия Митрофанович так у братьев а что вас привело к Богу он говорит это наверное то что тот брат сказал я не забуду о тебе молиться и молитвы мамы братья а знаете как он обратился он говорит я сижу дома сижу дома места не нахожу такое настроение плохое Библия лежит я ее давно не открывал а ну-ка говорит дай-ка думаю почитаю открываю Библию и мне все понятно я считаю каждая страница мне все понятно я не понимаю что произошло я ее когда-то читал я ничего не понимал мне все понятно страница за страницей на колени. А потом начал верующих искать. Братья и дорогие, а у него, оказывается, дом недалеко от нашего молитвенного дома. Вот так пришел к нам на собрание. Сразу на колени покаялся, принял крещение. А я потом с женой его беседовал. Начала она ходить на собрание. Ходить начала, покаялась. Это очень интеллигентная женщина. Она мне говорила, Геннадий Сергеевич, для меня самое страшное было подумать, что когда-то на моей голове будет косынка. Самое страшное. Они сейчас хорошие христиане, члены церкви. Братья и дорогие, Слово Господне. Оно имеет силу. Оно в свое время принесет плод. Не надо нам торопить события. Если мы получше как-то организуем благовестие, может быть, или как сегодня современные благовестники делают, скорее, скорее, взрыв евангелизации по всему миру у нас в России. А все холостой выстрел. Бесполезно. Нам вперед Духа Святого бежать не надо, братья и дорогие. Нам надо пребывать в Слове Господнем исполняться Духом Святым, переносить страдания, любить друг друга, и Бог будет действовать. Слово, которое мы будем проповедовать, оно принесет плод. Может быть, через 15 лет. Но нам сохранить надо святость перед Господом, не отступать от Его святых принципов, а не торопиться, как можно быстрее, евангелизировать непонятно какими путями. Я вспоминаю одного брата, я его хорошо знаю. Правда, мы давно уж не виделись. Он такой, знаете, очень разговорчивый, очень торопливый. Торопливый. Все вперед. И вот однажды едет он на своей машине со своей женой. И вот ей что-то говорит, говорит, а настроение не замечает. Не замечает. Он ей все говорит и говорит. Она все мрачнее и мрачнее становится. А потом говорит, Анатолий, остановись, пожалуйста. А он все разговаривает. Она, Анатолий, остановись, пожалуйста. Он остановился, а все говорит. Она дверь открыла, вышла, он дверь хлопнул и едет. Едет и все разговаривает, и все рассказывает, ей рассказывает, рассказывает. Вот потом повернулся, жены нету. Он ничего не понял. Восхищение, что ли, произошло? Не понял. Нет жены. Знаете, он даже просто растерялся. А куда жена делась? А потом начинает вспоминать, остановка была. Разворачивается, а жена идет. Уже много километров проехал. Идет грустная по дороге. Братья, мы так иногда можем увлечься. Мы не замечаем, как Дух Святой огорчен нашими методами, нашими действиями. Мы не исполняемся Духом Святым, а на человеческую опору вот как-то надеемся больше. Павел говорит, оружие воинствования нашего не плоские, не методы безбожные, плоские должны руководить нами. А сильный Богом на разрушение твердыни. Если мы хотим иметь успех, братья, нам надо вот на что опираться. Это Слово Господне исполняться Духом Святым. Если этого не будет, братья, мы можем даже не заметить за нашей разговорчивостью, за нашей такой энергичной способностью бежать вперед, не заметить, как Дух Святой уйдет, как это было в дни Самсона. Пойду, как и прежде, а Дух Святой ушел, даже не заметил, когда. Когда соединился с этим миром, братья, как это страшно. А без этого мы бессильны, братья. Мы сильны в Слове Господне, мы сильны в Духе Святом. Вот наша позиция. Это наше оружие. Тогда мы можем идти против любых стен Иерихонских. Этого нет, братья. Никакие методы не помогут. Да благословит нас Господь, братья. Облекаться этой силой. Еще раз хочу сказать. Слово Божие исполнение Духом Святым. Аминь. Помолимся Господу.